Друзья, всем добрый день! Завершился наш футбольный сезон и самое время начать подводить его итоги. Как раз у нас остается совсем немного до завершения этого года. И первым у нас сегодня в студию пришел главный тренер динамовского дубля. Наконец-то мы его сюда вызвали, потому что хотели сделать это в прошлом сезоне, когда было очень уместно, но, к сожалению, не вышло. Сегодня у нас в гостях главный тренер нашего дубля, чемпионского прошлого сезона, обладатель серебряных медалей этого сезона, бронзовый призер, серебряный призер чемпионата Беларуси, как футболист Минского Динамо Артем Викторович Черединский. Добрый день! Как проходит отпуск у главного тренера? Насыщенно, как бы я сказал. Я же пошел сейчас на курсы, получается. Курсы начались, потом съездили в Москву на игры товарищеские, 2002 год. Поехал съездил, я посмотрел кандидатов в мою команду, посмотрел, как ребята выглядят, посмотрел уровень московских команд, на каком они сейчас уровне находятся. Ну, вот так вот, все время в работе еще какие-то вещи там занимаюсь, смотрю по ребятам, что и как на следующий год составляю планы, наверное, так. Сейчас бумажная больше работа, наверное, такая какая-то началась. Ну, к Москве мы еще вернемся. Вот такой вопрос. Какие мысли в голове у тренера, когда звучит последний финальный свисток в сезоне, заключительный? Нету такого, что, наконец-то, все-то закончилось. Ну, с одной стороны, то, что закончилось, мы знаем, последняя игра у нас тоже была очень важна. То, что, ребята, я настраивал, что закончится все после свистка, наверное, скорее всего. Вот, наверное, после этого то, что добились какого-то результата, опять же, несравнимый, например, со следующим годом, но все равно для ребят, это некоторые новые ребята, это положительный результат, я считаю. И, как ты говоришь, выдохнуть, ну, можно сказать, может быть, им да, а мне нет. Уже надо, опять же, готовиться к следующему чемпионату, к всему сезону, надо думать, опять же. Понятное дело то, что в дубле, наверное, результат – это не самая главная цель, но, тем не менее, можно считать второе место положительное для команды? Ну, я считаю, что «Динамо» всегда должно стремиться выигрывать, независимо, это первая, вторая команда, там, или детско-юношеская. Как это делать, да, одно из первоначальных – это, конечно, вырастить ребят для первой команды, а второе – это первое, то, что я говорил, это самое главное, наверное, научить их побеждать, быть лидерами. Сами прекрасно, наверное, мы будем понимать, если наши ребята будут все время на положительных эмоциях, все время стремиться выиграть, быть победителями, это у них тоже будет закладываться психология победителей, это немаловажно. При прихождении в любую другую команду они будут себя чувствовать как победители, наверное, можно так сказать. Ну, вот по этому сезону, лично у меня такое мнение, то, что чемпионство, скорее всего, мы сами отдали, потому что, вспоминая те игры, где у нас было по 20-30 ударов в ворота, и мы не могли забить гола, и нам прилетал один-два момента, и мы пропускали. Вот из-за этих пропущенных очков, собственно, мы и лишились этого первого места. Как вы считаете? Ну, были игры, если сравнивать, например, прошлый год, брать статистику, мы в первую очередь пропустили меньше. В прошлом году мы, по-моему, 11 мячей пропустили. 12. 12, да, в этом мы пропустили уже 19. Меньше у нас побед, больше поражений, это понятно. Меньше забили голов, если брать вот эту статистику. Ну, вот эти про игры, то, что мы говорим, да, нам не хватило, наверное, где-то реализации этих моментов. Если бы мы забили бы эти моменты, может, было бы по-другому. Но, опять же, мы проиграли, это значит пропустили, значит, не сыграли надежно в обороне, то есть, если от этого отталкиваться. С другой стороны, мы создали очень много моментов при этом. Но реализация нас подвела, как говорится, есть над чем работать, еще надо работать над реализацией. Хотя, если брать в общем, считайте, у нас в этом году один бомандир. В прошлом году у нас было больше ребят. Приблизительно там Егор был, Коля Иванов был. Это были бомбардиры. В этом году у нас явно лидер по бомбардирке – это Влад Ложкой, конечно. И если брать, ну, вот общее, то есть, достойное, наверное, как можно сказать. Хотя я всегда хочу и требуя своих ребят, это максимальная отдача и в тренировках, и в играх, и вывание результата. Что мешало ребятам реализовывать те моменты, которые у них были в этом сезоне? Потому что их было, естественно, очень много. Может быть, треть мы не забили точно в этом году? Ну, как я, понятно, есть исполнительское мастерство, и еще есть такая для молодежи свойственность. Очень часто они торопятся, где надо быть по холодной группе. Но, опять же, это опыт. Мы пытаемся им, наверное, прививать, и тренерским штабом, чтобы они не спешили. Но в силу того, что когда мы начинаем проигрывать, мы начинаем очень сильно торопиться. Наверное, вот это, наверное, складывается, то, что мы хотим забить быстрее иногда. Вот в этих играх, которые мы, грубо говоря, не выиграли или сыграли в ничью с кем-то, то есть мы начинаем торопиться. Из-за этого получается больше брака, меньше правильных решений, принятий именно в игроках. Ну, и, наверное, мы, наверное, как тренера немножко не доносим этого, то, что они видят. Вернемся к самому началу вашей тренерской карьеры. Итак, 2017 год, ваши проводы из футбола. Было ли уже тогда предложение от минского «Динамо» о работе в нашем клубе? Либо оно появилось чуть позже уже? В 2017 году это, получается, я в Камкачах. Да, конец сезона. Уже тогда было предложение, еще где-то за месяца два до окончания, наверное, чемпионата уже было тогда от «Динамо» предложение. То есть я встретился с руководством, переговорил, они мне предложили. Ну, естественно, в будущем как «Динамо» мне всегда хотелось. Даже в то время, когда я заканчивал «Динамо», это в 2016 году, мне хотелось остаться. Но тогда по каким-то причинам не получилось. Хотя я был готов уже тогда закончить футбольную карьеру и остаться в «Динамо». Мы решили продолжать это все-таки. Ну, потому что, может, не было… Ну, да, почему нет? То есть было предложение конкретно вышло и тогда, как говорится, когда «Крумкачи» вроде бы были на слуху, предложение было. Почему нет? То есть увидели в меня, наверное, что я могу еще помочь им чем-то. Ну, и, как говорится, было по достижению результата, наверное, это, наверное… И опыт, в конце концов. Ну, для них. В общем, в любом случае у вас опыт это сумасшедший. Да, если брать, например, «Крумкачи» чисто тогда, то то, что, наверное, благодаря ребятам, то, что у нас в команде там происходило, все знали, что ребята год вообще без денег играют. И мы команду оставили, хотя были люди, руководители, которые говорили. После последней игры, когда мы с Минском, я уже уходил из футбола, я попросил, говорит, пообещайте, что вы не обманете ребят. И, понятно, там я, может быть, поигравший, но там были люди, которые есть семьи, маленькие дети, пообещайте им, что вы с ними рассчитаетесь. Но руководство на тот данный момент просто людей, грубо говоря, кинуло. И отдавало деньги не тем людям, которые обеспечили им оставание в высшей лиге, а отдавало деньги тем, которые должны были еще с лета. Ну, я считаю, это было некрасиво по отношению к ребятам, которые добились результата. Откуда столько сил и желания было играть в футбол почти до 40 лет? Тот же Макс, например, который же авнирчик, он закончил в 33, говорит, что я уже наелся, я больше не хочу. У вас 39 лет, 40 лет почти, вы до сих пор играли в высшая лига, но это очень круто. Ну, как сказать, было желание просто, как бы себя чувствовал, наверное, все равно хотелось, как говорится, не то, чтобы поддерживать себя в форме, но были силы, было желание, это, наверное, самое главное. Если бы, наверное, не было, то Макс уже, может, устал, как говорится, я вот после Крумкачей уже, как бы, уже видел, что все, уже хватит, надо, наверное, остановиться. Я думаю, если бы, наверное, не соответствовал какому-то уровню, я бы, наверное, тоже уже бы не играл бы, там, и в 38-39 лет бы не играл, потому что со стороны было бы, наверное, это смешно, но, как говорится, я считаю, закончил на нормальном уровне, то есть более чем, да. Я имею в том плане, что уровень в том, что как бы, как сам, как футболист, то есть, наверное, не выпадал из этой обоим, ну, как, ну, как знаете, как может, мне иногда говорят, что, вот, он уже старый, там, не соответствует, там, пешком ходит, но я считаю, что я достойно, как бы, на уровне выглядел всех остальных. Ну, а что это, что иголы забивали в 38 лет? Ну, думаю, это сто процентов так. Да, иголевые передачи в 39 лет, пятками отдавал, когда маты обыгрывали. Диана Тропникова как-то рассказывала, что Владимир Корытько, будущий еще футболиста Минского Динамо, частенько у нее спрашивал, там, различные тренерские нюансы, то есть, так он готовился к тренерской карьере. Как у вас было? Вы где-то что-то у кого-то, может быть, подсматривали, спрашивали, интересовались, или, может быть, конспект уже вели, готовясь к работе, либо все было? Честно говоря, не то, что там спонтанно было, наверное, то, что я, почему я пошел, наверное, то есть, именно работы тренером, потому что я за свою карьеру, у меня карьера как игрока была очень большая, я поработал, ну, я считаю, с хорошими специалистами, которые что-то давали. Но, посмотрев все это, я, наверное, собрал все то, что эти мысли, то, что я видел, и я видел, что я могу, наверное, что-то дать, подсказать молодым ребятам. И я говорю, я не готов быть там, грубо говоря, уже сразу быть там тренером каким-то топ уровня, и я хотел, наверное, вот этот период, и вот этот час, который еще я ребятам даю, то, что я бы хотел видеть в них, то, что у меня сложилось за много-много лет, моей игровой карьеры, я это собирал, то есть, анализировал, может быть, у некоторых тренеров где-то что-то подчеркивал. Так, чтобы именно вести там конспекты, такого не было, потому что еще, может быть, может, в лет 30, я еще даже об этом не задумывался, то есть, я не знал, я думаю, может, чем-то другим буду заниматься. Может, ближе уже, когда начал понимать футбол, как говорится, не то, что там на уровне, то есть, и смотря на молодых ребят, все-таки есть возраст, они многого не понимали, то есть, каких-то моментов. Это же не только касается, грубо говоря, игры, там, техники, там, тактики, еще чего-то. Это касается бытовых вопросов, которых людей я смотрел на ребят молодых, и которым что-то подсказываешь, они это воспринимали. А, что ты мне рассказываешь, будучи футболистом? Наверное, когда ты уже имеешь такую статус, как тренер, наверное, к тебе будут прислушиваться. Хотя многим я, там, когда был опытом, я говорю, ребят, век футбола, он очень короткий. Это кажется вам, что вы сегодня востребованы, завтра вы не должны. Так что вы должны полностью отдаваться, наверное, работе своей. Вы попали в 2018 году в тренерский штаб Михаила Мустыгина в дубле. Как разделялись обязанности? У вас тогда был достаточно обнушительный тренерский штаб. Ну, я как молодой специалист, грубо говоря, приходил, ну, как учиться. То есть у каждого там Михалыч занимался как бы общим всеми вопросами. Артур Михалыч что-то делал свое. То есть Радислав Владимирович тоже был ответственный за какие-то моменты. То есть там работа с... Ну, у каждого было свое как бы это. Я как молодой специалист только приходил, я учился общему. Есть такая известная поговорка, что в первую очередь тренер должен убить тебя, игрока. Тогда еще поначалу, наверное, у вас не получалось. Ну, тяжело, я пока что учился. То есть, ну, то, что убить, может быть, да, может быть, да. Но хотя в некоторых моментах, будучи как бы футболистом, ты можешь это выйти, показать ребятам на футбольном поле, когда идет тренеровка или еще что-то. Ну, так и получалось, потому что на первых порах в дубле вы были таким проводником между тренерами и футболистами. Ну, можно, да, сказать и так, что... В прошлом году, когда еще, я даже не то что это, в прошлом году уже хотел, это же трансфер еще не состоялся. Подробней об этом. Подробней. Чтобы все узнали. Это был помощник у Виталиевича, был Алексеевич Дроздов. Дроздов, да. Да, да. И играли товарищескую игру с Рубином. Так. Помнишь? Да, да, конечно. Когда он был, да. Ну, а людей не хватало, да, ребята проехали на просмотр, попросили, говорит, сыграешь. Я говорю, да нет вопросов вообще. Ну, и потом подходит главный тренер, он на данный момент, по-моему, был Шаронов тогда, по-моему. Да, да, да. Говорит, а что это у вас есть паренек, может, этот? Он меня перспективный. Да, перспективный, говорит. Говорит, неплохой, говорит, надо задуматься. Ну, и Алексеевич меня по этому поводу сюда подкалывает, потому что я сейчас с ним встречался даже в Москве, и мы разговаривали, говорит, мог еще поиграть. Поначалу вы пытались бороться с нецензурщиной в команде, заставляли ребят отжиматься за матные слова, но потом как-то вот это вот вроде бы немножко уже остыла ваша инициатива. Почему? И расскажите о ней. Не то, что не инициатива это была, но это было нормальное явление, я считаю, хотя, ну, может быть, в силу того, что молодые ребята, когда приходят, меня это очень поразило, я пришел и резал слух иногда, что ребята могут позволить себе, да, там, я говорю, понимаю в пылу борьбы и еще что-то, но опять же, вы должны реально понимать, что есть люди старше, вы должны к ним даже проявлять отношения и не ругаться матом. Есть дети, которые приходят, мы тренировались на локомотиве, там выходят родители с детьми маленькими и когда стоит мат, ну, я считаю, это неприемлемо. В сезон 2018 дубль действительно провел ярко и впечатляюще, одна только разница, чего стоит. 62 была разница забитых и пропущенных мячей, в то время как у Шахтера, который второе место занял в этом компоненте, было 30, ну, то есть 32 гола, это реально фантастика, плюс 12 пропущенных, это очень мало, много забивали. В чем секрет такого успеха? Идеальная слаженность в защите, хорошая игра вратарей, понятное дело. Это все в совокупности, ты все ответил, грубо говоря, ты же сам понимаешь, если ты не пропускаешь, если брать, например, любой европейский чемпионат, те команды, которые мало пропускают, они будут в лидирующей группе. Те, которые еще много забивают, они будут вообще лидерами. То есть все равно, в моем понятии, ты все равно должен строить сначала от обороны все. Если ты мало пропускаешь, ты уже переходишь к атакующим действиям. Хотя тут тяжело сказать, откуда начинать оборону. В некоторых играх можно начинать оборону и от линии атаки, когда ты претенгуешь. А если брать, ну, как бы, то, что вот так получилось, я же говорю, это заслуга общая. Это не заслуга только моя. Это заслуга, грубо говоря, тех тренеров, которые работали до этого с командой. Наверное, большую часть, про что я говорю. Ну, а феномен в том, что, да, мы меньше пропустили, больше забили, больше победили, больше, больше... У нас была победа, естественно. Ну, в совокупности ребята попались тоже. То, что мы требовали, они выполняли, забивали. То есть, ну, все, наверное, с течением этого и получился такой результат, что мы хотели на данный момент достичь этого результата. То, что подтвердило, даже став чемпионами тогда, почему я с ребятами разговариваю. Ребята, говорю, став чемпионами, говорю, это хорошо. У нас есть еще возможность войти в историю, говорю. А вы понимаете, история, она останется. Я говорю, если вы хотите, говорю, мы можем все вместе с вами, говорю. И то, что показала концовка сезона, мы выиграли все эти игры, которые... Набрали максимум очков. Максимум очков, то, что мы могли тогда на данный момент. Можно еще больше, конечно, набрать, но тогда, я говорю, помню, это когда мы уже ставим чемпионами. Я говорю, ребят, сезон не закончился. Если мы хотим войти в историю, мы должны до конца. То, что ребята, как профессионалы, себя повели правильно. Мы добились 100% результата после даже выигрыша чемпиона. Ну, что хочу сказать тогда. Я в прошлый раз вам говорил, наверное, да, готовились убить всю неделю. К этому матчу осталось сделать вообще небольшой шаг. Но это мы можем найти, как сделать, когда мы будем все вместе, потому что великих побед не бывает, потянувшись прямо в голове. Всегда мы должны друг друга поддерживать. И всегда должны быть едины команды. И я сегодня хочу победить команду, которая на протяжении нашего года складывается, чтобы мы были каждый, независимо, кто сегодня играет, кто не играет, сидит. Мы должны быть единым коллективом. Знаете, еще хочу, что мы пожелаем. Чтобы вы играли, как говорится, с горящим сердцем и холодной головой. Так что, ребята, удачи и судьбы. Вы таким выступали неплохим мотиватором для ребят, судя по всему. Потому что они к вам прислушивались и достаточно неплохо все выполняли. Ну, не знаю, это уже тяжело сказать. Это, наверное, у них можно спрашивать, слушаются они или нет. То, что я видел на футбольном поле, некоторые выполняли полностью. Это коллектив, там 22 футболиста, а в дубле, вы сами понимаете, даже не 22. Если брать сезоны, там, по-моему, под 50 человек проходит через дубль. Я не говорю, что это только футболисты молодые. Сюда приходят футболисты и опытные играть за дубль отдают, которой нужна игровая практика после травм. То есть, понятно, что это, наверное, тяжело иногда. Я сейчас столкнулся с этим тяжело, работая, когда есть поток. Ну, поток должен быть всегда, потому что это дубль, и надо к этому привыкать. Вот вы сказали про опытных футболистов. Действительно, в дубле бывает такое, когда кто-то играет с основной командой, чтобы опыта набраться, где-то там после травмы немножко подтянуть свою функционалку. Иногда тренеры, бывает, сами просят кого-нибудь из основы, чтобы немножко усилить команду. В том сезоне, да и в этом сезоне тоже таких моментов было мало. То есть, это была такая довольно отличительная черта, то, что вы старались играть своими ребятами, молодежью. Ну, это нормально, я считаю, потому что так и должно быть. Где им еще как не расти, играя в дубле? Но, опять же, для каждого дубль по-разному существует. Например, многие команды в чемпионате Беларуси, даже в этом, если брать там дублеры, уже некоторые команды были, они бы не затерялись даже в команде высшей лиги. Там, у нем она была, очень много опытных игроков играла еще где-то в каких-то командах. В Славе, помню, первый тур мы играли, даже проиграя было очень. Футболисты были, которые не затерялись бы в высшей лиге, но они получают игровую практику. Может быть, к этому мы когда-то и придем. Не то, что придем, может, будет такое, что там дубль будут играть. Ну, уже такая была практика, опять же, это надо обсуждать. Нужно это, не нужно, что на следующий день после этого. То есть, ребята, которые не получили игровую практику в основе, на следующий день они играют за дубль, получают, опять же, основную нагрузку, потому что в любом случае игра это не заменит любую, даже неважно с каким соперником, не заменит тренировку. Все равно в игре ты можешь только проявить, наверное, свои лучшие качества и худшие. Ты можешь увидеть, опять же. В этом сезоне ваш карьерный рост продолжился. И вы уже отправились в Турцию вместе с основным составом. Пускай и на один сбор, но тем не менее вы побыли в должности ассистента, главного тренера основного состава. Насколько полезным оказался тот опыт, который вы получили? Все-таки это уже взрослые футболисты, это уже не молодежь. Ну, вы же сами понимаете, получилось это стечение обстоятельств такой, что ждали долго, пока найдут главного тренера, в силу разных причин каких-то. Скажу честно, наверное, потяжелее это было, потому что там по-другому ребята воспринимают твою информацию, еще что-то с молодежью. Ты полегче чуть-чуть работаешь. Тут уже надо обдумывать все, то, что ты говоришь даже, потому что тут у тебя уже слушают ребята и дают тебе оценку. Но это опыт, опять же. Я благодарен, что мне клуб доверил какой-то промежуток времени поработать с командой, с основной командой, сыграв даже одну игру товарищескую в роли. Это то, что тренеру, то есть все равно это было приятно. То есть это какой-то опыт, это опять же, это, наверное, почему я сейчас даже сталкиваюсь, да, что, например, очень важно для тренера, это опыт в любом случае. У меня опыт очень маленький как тренера именно. Я совсем как футболист по-другому смотрел на многие вещи. Будущий сейчас тренером, я смотрю на футбол немножко по-другому, может быть, на многие вещи смотрю по-другому. И все равно очень многое значит, что это опыт. Если у тебя какой-то есть, и опыт ты приобретаешь, например, пообщавшись уже с более коллегами твоими, которые у них есть опыт. В моем понимании это так. Из чемпионского дубля в Турцию отправило всего несколько ребят. И то некоторые из них уже по ходу первого сбора вернулись обратно в Минск. Неужели настолько вот еще не готова молодежь к работе с основным составом? Ну, наверное, не то, что не готова. Но давайте, если честно, объективно говорить, у нас клуб все-таки заточен на достижении результата. В любом случае мы всегда должны добиваться результата Динамо Минска. И в силу того, что все равно, если так разбираться, будут приезжать сюда звезды. Все-таки как-никак более мастеровитые ребята. У нас пока нет такого, что мы, грубо говоря, Аякс построено у нас, то, что на своих воспитанниках, мы воспитываем, потом это продаем. Пока, наверное, у нас такого нет. Все равно у нас приезжает, например, назначает нового тренера. Он видит, хочет, например, такого-то, такого-то, такого-то футболиста. В силу того, что мы, как помощники тренера, мы рекомендуем своих ребят. Он уже оценивает. Он одного футболиста может оценить, что он достоин, грубо говоря, его команды. Мы смотрим немножко по-другому. Мы хотим, конечно, как тренер дубля, видеть наших ребят там. Но, опять же, в силу того, что «Динамо» всегда будут приезжать сюда очень сильно, потому что нам надо добиваться. Но если ребята будут стараться, мы же сами прекрасно понимаем, все зависит от них. И они должны понимать, что они могут попасть туда, а потом вернуться обратно, там, в дубль. Но попав туда, если ты попав, как я им говорю, «Ребят, все в ваших силах, футбольное поле, все рассудят». Если вы будете сильнее на данный момент футболиста, который там, естественно, ни один тренер не захочет. Сам себе не будет врагом оставлять более слабого. То есть все-таки болельщикам очень важно понимать то, что дубль, наверное, сию минуту результат дать не может. Поэтому ребят нужно где-то точечно подводить. И такого, как все хотят, чтобы все играли наши воспитанники, как вы сказали на примере Аякса, такого, к сожалению, пока не получается. Ну, это тяжело. Ну, с другой стороны, я помню даже, когда я переходил, грубо, с этого, с «Динамо Юни», да, с «Динамо Юни», попав в поэровую команду, вспомните, да, проблема была. И финансовая тоже, там, владельца не было. И, естественно, пришло очень много молодых ребят. И какого места тогда добились, какого результата. Мы, по-моему, больше стыли, я не помню. Да, это результат шесты был, опять же, вот вам показатель. В силу того, что, я же говорю, даже смотря на ребят молодежи, вот я сравниваю, ребята, где-то играют, например, большая группа игроков у меня вызвали в юношескую сборную на отборочные игры. И вот они не могут распределить эти, например, силы, вот и психологические в первую очередь. У нас потом была игра с Витебсоном, где мы потеряли, как говорится. Ну, и в силу этого, что, меня проанализировав, я понял, что ребята не могут еще готовы быть все время играть, все время быть. А для футболиста уже хорошего уровня, он должен себя всегда уметь подготовить. И в психологическом плане, и в физическом плане распределить полностью себя на сезон. Пока мы, наверное, не готовы. Мы выхолачиваемся. То есть, молодые, я опять же про молодых ребят говорю. Вот, наверное, вот этот переход для них, наверное. Тем не менее, из команды ТОП-6 у нас было самое большое количество наших воспитанников в этом году в составе. Семь человек дебютировало, плюс восьмой – это Шпаковский, который в последние матчи вышел на поле. Это серьезный результат, на самом деле. Семь человек – это неплохо. Ну, в силу того, что, вы же сами понимаете, сейчас главный тренер, он всегда любит молодежь. То есть, Виталий всегда заточен на то, чтобы молодых ребят отпускать. Да, в силу того, что это там, когда, получается, большая группа была задействована молодых, это в Еврокубках. И это потому, что пришла смена тренера, пришел новый тренер. Нету игроков, которые еще пришли к нему, и он видит там в составе. Мы взяли раму, были понятны. Раму были. Многие компоненты, что ребята получили свои шансы, они их показали уже. Тренер первой команды видит и знает, на что их рассчитывать. Все зависит только от них. Я думаю, что будет приглашение, опять же, и в эту предсезонку, я думаю, молодых ребят возьмут. Все будет зависит от них. Ну, естественно, если, опять же, я им говорю, ребят, вы никогда не должны стесняться и приходить спрашивать. У меня, ну, в силу того, может, то, что они еще молодые, не понимают это, они иногда не советуются. Они иногда поступают, ну, как они думают, что это правильно. Хотя иногда можно было поступить по-другому. Ребята, слушайте советую старших тренеров и не стесняйтесь подходить к ним за вопросами, вернее, за ответами. Если вы не против, хотелось бы немножко обратить по персоналям, именно по нашему дублю. Самые старшие, Лях и Ксенофонда, 99-й год, они больше всего провели игр за основу. Как вам их выступление, вот уже, будучи здесь, на большом стадионе, бывшая лига? Мы должны понять, что Лях и Ксенофонда, это уже футболисты основного состава, они тренируются там. Но тем не менее, в прошлый год у них были дублеры. Если они были дублеры, то это показатель того, что их оставили уже. То есть, значит, ребята свои, наверное, отношения к работе доказали, что они готовы, наверное, быть приглашены в основной состав. То, что и доказало, и они как бы целый сезон провели уже с основным составом. Оценивать их как футболистов, то есть, я вот посчитаю вот это вот, то есть, что они уже попали от меня к ним, это уже, наверное, их плюс большой. Все остальное, это уже, как бы, ну, можно брать, там, где-то хорошо сыграли, где-то плохо, но это уже шаг вперед для них. Опять же, сейчас этот год у них вообще определяющий, то, что я не знаю, ну, конечно, на них будут рассчитывать, не будут рассчитывать, все будет зависеть от того, ну, когда подытожат итоги уже в конце сезона и будут списки готовы на следующий сезон, будем уже, опять же, разговаривать. То есть, но они уже игроки основного состава, наверное, больше, наверное, к ним надо спрашивать. Ну, тот же Ксенофонтов продлил контракт. Я думаю, у них шанс будет обязательно, все будет зависеть от них. Все только от них и оценивать уже их, как бы, уже мне надо оценивать пока что, ребята только везде. Да, тут уже, да, тут уже, они уже, как бы, я считаю, уже переданы, да, но в силу того, что им надо игровая практика, они приходят ко мне уже. Ну, в основном, они уже участвуют в тренировочном процессе, это с основной командой. Ивановка, Лимончик, Суша, ребята нулевого года рождения, они уже тоже успели дебютировать за основу. Да. Что скажется про этих ребят? Ну, а что про них сказать? Они лидеры на данный момент дубля, это все, все футболисты, то есть, которые, ну, сказать готовы, что они уже, это любой, ну, то есть, наверное, если бы они были готовы, они уже там играли. Пока у них переход на период, много у любого из них есть недостатка, есть свои плюсы, есть недостатки. То есть, я считаю, что они провели достойно этот сезон, например, Коля Иванов, ну, в силу того, что он тоже находился в обоиме сначала у другого тренера, в основном он не участвовал за нас. Все остальные ребята, там, Лимончик, Суша, то есть, я считаю, что они... Возможно, это было бы довольно логично, потому что все-таки уровень дубля, они немножко уже переросли, и вот почему бы они попробовать себя на уровне первой лиги? Но почему ребята не ушли? Вот вы с ними по этому поводу разговаривали? Да, в силу есть некоторые моменты, то есть, в прошлом году, зимой я некоторым футболистам предлагал, то есть, у меня спрашивают все равно, потому что все-таки игра в первой лиге, наверное, отличается от уровня дубля, все-таки там уже играют более взрослые, более уже мотивированные футболисты некоторые, потому что там уже результат, уже, наверное, есть какие-то премиальные, то есть, но в силу у каждого были свои. Кто-то хотел доказать, здесь остался в дубле доказать тренеру, что он кто-то, в силу учебы какой-то, если куда-то ехать, многие ребята, вы сами понимаете, учитесь на дневном и уезжать куда-то, ну, это тоже надо моменты учитывать эти тоже. Были разные моменты, в силу у кого-то были травмы, потом после травмы надо было остановиться, но некоторые уехали, там, Стас Клющику ехали, да, Смодревичи, да, Смодревичи, как я шучу, первый ротарь, который не сыграл ни одной игры, но был у нас молодежный, да, 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 нет, ну, я это, конечно, шучу, но все равно Стас уже, как говорится, хорошо, что пошел, он посмотрел, ему тоже будет интересно, я так думаю. Ну, немножко пороха понюхал, в любом случае. Ну, наверное, единственное, что не сыграл, я думаю, что да, все-таки мы отдавали туда, чтобы составить он там конкуренцию и смог, может быть, в силу каких-то причин он не смог составить конкуренцию, не сыграть. Ну, это, пожалуй, один из самых интересующих всех вопросов, вот в этом году очень ярко себя проявили в дубле ребята второго года рождения, Ложкин и Демченко, и тоже они успели дебютировать за основу. Что можете сказать про Никиту и про Влада? Ну, про Никиту, наверное, тут говорить нечего, и он еще у нас был уже в прошлом году играл, и играл очень приличным уровнем, вы помните, я его сразу, когда я пришел, уже летом я его забрал, он был уже в составе 2002, он выделялся своим. И про Влада, ну, что говорить, про Влада вообще нечего говорить, вы сами понимаете, все это показатели, он лучший командир. Естественно, сейчас период, как я им говорил в прошлом году, мы забрались тогда на первое место, говорит, самое тяжелое там удержаться, мы не смогли это сделать. Вот на фоне Влада я тоже, как бы, ему всегда говорю, Влад, это хорошо, говорю, но, говорю, это держать на этом марку всегда. То есть ты, да, ты уже достиг какого-то уровня, я думаю, на них будут рассчитывать в следующем году, уже первая команда, но все должно быть постепенно. Над какими компонентами ему нужно работать в первую очередь? Вы, как тренер, знаете эти моменты? Если все-таки их можно назвать вслух. Над всеми. Игорь, в любом футболист, в своем развитии, он должен развиваться всегда. Рональда развивается в свои 30 с чем-то лет. Они читают много, сами должны понимать, у них есть звезды, и они видят. Очень простой пример. Даже, я же говорю, на фоне там Рональда и других футболистов. Есть, пределы нету возможности футболиста, он может развиваться в любых компонентах. То, что мы им говорим, и всем футболистам, в которые их надо прибавить, потому что иногда ты не можешь, в силу того, что у тебя там 20-30 человек, футболистов не можешь индивидуально над кем-то работать, потому что времени просто не хватит. Им даются какие-то рекомендации. В силу того, что они уже взрослые ребята, они должны понимать, что они должны дополнительно где-то работать. И, имеется в том плане, не работать на работе, а поддерживать свое мастерство, тренироваться индивидуально, эти моменты подтягивать после тренировки, перед тренировкой. Все зависит от них. Из тех, кого мы не назвали, кого бы вы еще посоветовали бы, даже не посоветовали бы, а кто заслуживает шансов хотя бы на предсезонку, на первый подготовительный сбор по ПСС новой? Да, мы, наверное, всех перечислили по большому счету. Вы назвали там 4 человека 2000 года, но опять же, ребята там Демченко, Ложкин, это, наверное, ну, вот это основные. Но вы сами понимаете, что для команды хотя бы один-два, кто из них поехал, из этих ребят. Мы не говорим про это, это будет хорошо, если поедут. Все они, как бы, можно сказать, что достойно, но пока что вот эти кандидаты, наверное, которые перечислили, и то, как бы, говорится, надо думать, опять же, ну, думайте нам всем, тренировскому штабу первой команды, которая будет определять, кто может, кто поехать, по каким компонентам с ними. А наш линадер, один из ваших любимых футболистов, Рома Доваскиба? Рома Доваскиба? Ну, Рома Доваскиба знает свои проблемы, и я ему говорю, Ром, когда только перейдешь, уберешь эти проблемы, и тебе будет заказано. Ну, я думаю, пока что Роме еще тяжело будет конкурировать в первой команде. Ну, тем более, вы сами понимаете, мы сами понимаем, тренер первой команды следит, весь тренерский штаб, и лучших они приглашают. В этом году Рома, к сожалению, был только на одной или двух тренировках. Пожалуй, одна из главных проблем нашей молодежи – это физическая форма. Вот даже если внешне посмотреть на ребят, антропометрия у них оставляет желать лучшего. То есть у многих ребят просто мышечной массы не хватает. Вот взять того же даже Демченко и Лошкина, как говорил Сергей Витальевич на тренировках, им нужно еще пахать и пахать, чтобы обрастать. Потому что когда ты выходишь на поле против мужиков, элементарно на них хватает сленки, как говорил Эдуард Васильевич, правильно? Ну, мы же не можем перепрыгнуть в физиологии, которая есть у ребят. Но мы с Демченко не сделаем Део Скибу. Потому что Део Скиба от природы это заложено. Да, можно, но опять же, это все тоже, он там разговаривает с тренером по физподготовке, Никита занимается тоже, Влад занимается. То есть рекомендации дает тренер по физподготовке. Но мы реально понимаем, что мы Никиту не сделаем, грубо говоря, там, не знаю, с кем сравнивать, там, с каким-то атлетом. В силу того, что он еще молодой парень, но постепенно он набирает это, будет какой-то прогресс. То есть он дополнительно занимается, мы увидим это. Но я на то же самое касается и Влада. То есть это понятно, что, ну, опять же, мы должны реально отталкиваться от того, что это, говорится, природа. Ну, мы нам такие футболисты, например, если сравнить там футболисты, например, вот мы ездили сейчас в Динамо-Москву, естественно, там мы должны реально понимать в России, сколько людей проживает, и в Динамо-Москву приходят, какие ребята молодые. Там же уже идет очень серьезный подбор футболистов, даже на молодежные, юношеские, вот эти вот возраста. Там, естественно, набирают в силу того, что, наверное, мы не можем пока что всех, кого мы можем пригласить, и у нас работать, футболисты по каким-то критериям отборочным. Конечно, мы бы хотели таких же набирать футболистов, но в нашей стране проживает, грубо говоря, не кайф России. Опять же, я просто сравниваю эти две страны, да, мы можем там отталкиваться от других стран, но на данный момент я пока сравнивал, наверное, это так было. Но вот сыграли мы в Москве против Динамо и ЦСКА, неужели вот все так пугающе, как вот счет на табло? Ну, понимаете, для меня как бы мы реально ездим туда, наверное, посмотреть наш уровень, то, что мы можем конкурировать или не можем конкурировать. На счет можно не обращать внимания, есть многие моменты, которые я как тренер смотрю и оцениваю. То есть я как бы счет не ставил во главе угла. Мы не ехали туда для достижения результата, мы ехали туда посмотреть, как мы будем выглядеть, то, что мы хотели увидеть, то, что мы требовали от ребят. Выполняют, они не выполняют, но опять же, вы же сами понимаете, мы поехали не дублирующим составом, мы поехали... Это второй год, да. Просто я в силу того, чтобы посмотреть, потому что это ребята будущие, которые должны ко мне прийти, я давал оценку их ними. Могут они, не могут составить конкуренцию ребята первого года, двухтысячного, опять же, ну, какие ребята останутся, мы еще это не обсуждали. Ну, вот, кстати, вот если сравнивать наши возраста, то, например, нулевой год, понятное дело, два раза и чемпионство выиграл, второй год то же самое, первый год немножко в этом плане проседает. Действительно ли вот есть такая вот, даже может быть не пропасть, а разница, то, что один год может быть сильнее? Ну, конечно, может быть, это в любом чемпионате, то есть, общаясь даже с тренерами, там, первого года со сборной, они говорили, что ребята талантливые второго года по каким-то показателям. Вот это, наверное, простой пример даже по отношению к сборной, потому что вы сами знаете, очень большая группа ребят второго года поехала играть со сборной первого года. Да, это, наверное, ответ уже, это в стране мы не говорим по весе, в силу того, что есть какая-то, наверное, разница между футболистами. Я думаю, то же самое в России есть, и в других странах есть какие-то года, где более одаренные ребята рождаются, ну, потому что если был бы конвейер, как говорится, каждый год был бы уже, все были поддинаковые, но в силу того, что есть, наверное, что-то такое. Команда второго года рождения прямо сейчас идет на первом месте в турнирной таблице, по своему возрасту в чемпионате, и имеет хороший шанс запопать в юношескую лигу ЕФА, впервые в истории клуба, кстати. Как считаете, это хорошая перспектива вообще для ребят попробовать немножко международного опыта? Потому что, понятное дело, не все в сборной вызываются. Сразу, в первую очередь, я хочу сказать, здесь надо отталкиваться от того, что они должны стремиться не туда попасть, они должны стремиться в первую команду попасть. Выиграть чемпионат, это хорошо, мы воспитываем них победителя. В первую очередь, они должны в себе воспитывать, попасть в первую команду. Они должны понимать, что они должны стремиться туда. В Лигу чемпионов, если они попадут, это хорошо. Но на фоне этого мы сами прекрасно понимаем, что многие команды, играя в Беларуси сейчас, в этой Лиге чемпионов, больше двух раундов не проходило. Два матча это всего лишь. Но мы таким можем поехать и на турнир сыграть, и на товарищеские игры. Мы ездим там же с ЦСКА играть, это такой же опыт. Да, для них, для ребят, это попасть в Лигу чемпионов, это классно, то есть сыграть. Но опять же, у них в голове должно быть одно, они должны стремиться в первую команду. Потому что, выиграв даже это, и это хорошо, мы воспитываем это. Но в первую очередь, они должны понимать, что они должны расти в первую команду, а не выиграть. Ближайшая перспектива нашей Академии для вашего дубля, это команды третьего и четвертого годов рождения. Есть там уже сейчас талантливые перспективы? Пока что идет второй, правильно? Ну второй, да, но тем не менее, учитывая, что вы уже брали и Латыхова, и Юрасова с третьего года, все-таки уже немножко присматривайтесь вперед. Лебедев. Лебедев, да. Ну Лебедев, он и так во втором играет. Ну это уже, что мы говорим. Естественно, почему, например, Лебедев играет во втором? Потому что он перерос, наверное, третий год, он был сильнее, его взяли во второй. Во второй, почему я же говорю, в любой команде надо сильные футболисты, для дубля надо сильные футболисты, чтобы те, которые приходят, ребята, за ними тянули, чтобы они росли только в конкуренции, можно прибавлять в чем-то. Если будет одинаковое, тяжело будет. Нужен, вот я же говорю, у меня был 2000 год. Они в многих показателях были сильнее, там, ребят 2002 года. Но, грубо говоря, с ними конкурируя второй год, начинают расти. Так и должно быть. То же самое будет у третьего года. Сейчас будет, там, дубль первого года, второго года. Будем привлекать ребят от третьего года, потому что, чтобы они росли, чтобы они были в конкурентоспособность более сильными. Потому что более сильными футболисты тогда только растут, когда одинаковые футболисты тяжело чем-то их мотивировать. Не то, чтобы мотивировать, им расти именно. Потому что есть талантливый футболист, который в каких-то компонентах может один в один его выиграть. Значит, для защитника уже тогда он может оттачивать свое мастерство, то есть отбором мяча, правильно? Если в целом говорить глобально, то какие проблемы вы бы назвали глобальные у нашей молодежи? Не брать только вот юноши, а может быть брать и те, кто помладше, потому что вы тоже с ними пересекались немножко, с детьми. Вот какие вот есть проблемы у молодых футболистов? У молодых футболистов какие есть проблемы? Да, да, да. Да, ну, глобально если брать, но какие у нас могут быть проблемы опять же? Если по детям брать, то это тяжело, мне тяжело судить, потому что, ну, у которых ребята уже больше работают, я же говорю, у меня еще маленький опыт. Я могу по старшим, что сказать, кому-то что-то не хватает, еще что-то, но опять же, хотелось бы еще, чтобы у нас было, например, у нашего футбольного клуба было не одно поле тренировочных, а 22 поле футбольных тренировочных. Условия, да, да, чтобы мы условия были, ну, сделали там, ну, для ребят, для нашей, именно для нашей школы, чтобы это было, ну, грубо говоря, как у Минска есть. И где тренироваться зимой, большая проблема опять же стоит. Опять же, ну, я реально понимаю, с экономической точки зрения мы не можем это все сразу сделать, но опять же, если будут какие-то сдвиги, например, открыли Динамо Юни, сейчас есть где тренироваться. Раньше негде было вообще тренироваться, потому что на Динамо Юни маленькое поле, ну, оно хорошо с подогревом, оно не соответствовало размерам, даже тяжело, например, футболисты уже, которые на выходе полноценно проводят тренировку, должно быть большое футбольное поле, мы же играем на большом футбольном поле. Сейчас открыли стадион Динамо Юни, там можем тренироваться. Где-то хотелось бы, конечно, больше, чтобы у нас улучшалась зимой опять же проблема, чтобы опять же школа работала вся вместе, какой-то манеж, опять же, чтобы был, опять же, это наш, это было. Естественно, к нам появляет больше людей, больше молодых футболистов, когда будут созданы лучшие условия, да, естественно. Почему в Минск многие идут, вы же сами знаете, там, потому что там есть все, там, ты можешь зимой в зале тренироваться, летом искусственное, то есть весной, осенью искусственное, летом трава зеленая. Если у нас появится, я думаю, что тоже большая группа, хотя мы опять же берем, если брать динамовских воспитанников, я думаю, что их, наверное, очень много играет. Наверное, в прошлом году, или где была статья, что. Да, на первом месте. Были. По клубам Беларусь. Ну, по клубам Беларусь. Да. Ну и в завершение нашего интервью хотелось бы, чтобы Артем Черединский дал совет молодым футболистам на будущее, особенно тем, кто стремится в дубль, тем, кто хочет попасть в вашу команду. Да, это вообще для молодых, для всех совет, вы должны себе в жизни самую поставить главную цель, чего вы хотите достичь, то ли это, я всегда говорю, то ли это футбол, то ли это учеба, но если вы поставили, идите к ним. Вы не можете прыгнуть, грубо говоря, я ему говорю, вы сегодня играете в дубль, а завтра вы уже хотите играть в Манчестере. Это вундеркинды, и то тяжело. Чтобы туда попасть, вы должны поставить какие-то промежуточные себе задачи. То есть я должен в какой-то тренировке в чем-то прибавить, там, еще что-то. Ставьте цель, и тогда вы сможете достичь более высокого уровня. Это касается, я говорю сейчас, футбола, но это тоже самое касается и жизненная учеба, еще что-то. Все, если ставить постепенно цели, то их надо достигать. Артем Викторович, спасибо большое. Сразу хотел бы сказать, что у нас была еще вторая часть запланирована, но, к сожалению, долго мы разговаривали. И, скорее всего, мы перенесем на другой раз, потому что Артем Викторовичу есть что рассказать про свои динамские года карьеры. Обязательно мы эти вопросы ему зададим. Я думаю, это будет очень интересное интервью, но, к сожалению, тоже будет в другой раз. Если надо, аж всегда готов. Спасибо большое и успехов! Спасибо!